Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Международный день защиты детей. Как он проходит в столице республики, как поздравляют и как помогают. А девочке с диагнозом саркома Юинга, которой нужна помощь, смотрите через несколько минут. Готов ли Дагестан к массовому туризму? Что говорит власть и чем недовольны гости? Об этом рассказывают наши корреспонденты. 21 миллион на борьбу с саранчой. Около трех десятков районов Дагестана готовятся к борьбе с зеленым вредителем. Мир начинается с детства. Под таким девизом в Махачкале прошел концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Атмосфера праздника с самого утра царила на площадке перед русским драматическим театром. На сцене детские творческие коллективы Махачкалы и других городов и районов. Так юные таланты показали свои умения, а жители и гости столицы смогли окунуться в мир детского творчества. После обеда на этой же площадке прошел фестиваль художественного творчества «Маленькие горцы». Отмечу, что праздничные мероприятия проходили сегодня на различных культурных площадках по всей республике. Праздник маленьким пациентам устроили в детской республиканской клинической больнице имени Кураева. С раннего утра на площадке больницы звучала веселая музыка из мультфильмов. Дети отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, пели песни и танцевали. Поздравить ребят пришли представители власти, общественники и просто неравнодушные люди. Благотворительной акцией участвовали более 150 детей. А холл поликлиники украсили сказочными композициями из разноцветных воздушных шаров. Привлечь внимание общества, государства, здоровью детей, защите прав ребенка. А также, чтобы каждый родитель помнил, что каждая мама и каждый папа такую же ответственность несут, одинаковую, как и государство, за жизнь и здоровье ребенка. И сегодня в этой больнице находится более 800 детей, которые ежедневно получают медицинскую помощь. И наши медицинские работники стоят на страже их здоровья, ежедневно борются за спасение их жизней, за сохранение их здоровья. В День защиты детей больше всего хочется, чтобы каждый ребенок был здоров. Наша помощь нужна 11-летней Асиад Джамалатовой, страдающей от саркома Юинга. Это злокачественная опухоль костного скелета. Благотворительный фонд «Инсан» открыл сбор на дорожные расходы и проживание девочки во время реабилитации. Как можно помочь ребенку, подробнее расскажут наши корреспонденты. Все началось еще в 2019 году. Асиад пожаловалась на боли в правом коленном суставе. Однако обследование в медицинских учреждениях Махачкалы проблему не выявили. Со временем у девочки усилились боли и появилась хромота. Асиад там встала утром. Говорит бабуля, я не могу ходить. Я на нее смотрю, как ты не можешь ходить? Нет, не могу бабуля ходить. Что делать? Когда лекарь, ремень сделали, сказали простая киста шлятера. Я простая киста шлятера. А и думали, ну это ничего, киста это ничего, нужно убрать, сказали. У Асиад взяли гистологию и отправили материал в медицинский центр имени Дмитрия Рогачева. Чуть позже пришло заключение. Злокачественная опухоль саркома Юинга. После курса химиотерапии врачи удалили пораженную кость и установили протез. Но на этом лечение не заканчивается. После операции необходимо оставаться под наблюдением медиков. Химия бывает, вот 9 дней, например, да, химия. Она не пьет, даже воду не пьет, как бензин говорит. Вот. На 21 дней отпускает, но только тебя не выписывают они. Идешь каждый день туда, в четверг, в среду берут этот спор, анализ. И каждый день тебе делают, чтобы иммунитет не падал, прививку делают. Семья из Сулака живет на пенсию бабушки. Они не в состоянии самостоятельно обеспечить свое проживание и обследование в Москве. Устроиться на работу мать Аси не может, так как девочке нужен постоянный присмотр. Надежда остается только на неравнодушных людей. Вот представляете, вот год в Москве жить, как представляете, ей надо кушать. Ей, например, вот сейчас сварит мама Илья, или она сварит еду, и ей через два часа эту еду нельзя кушать. Свежая еда нужна, свежие фрукты нужны. Все свежее надо ей. Вот это я вам говорю. Очень трудно в Москве жить, это я все прожила. Присоединиться к доброму делу может каждый. Для этого достаточно перечислить деньги по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. Давайте вместе поможем Асият увидеть мир за пределами больничной палаты. Наталья Ханбабаева, Ирина Канберова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Министр сельского хозяйства Дагестана взял попечительство над домом ребенка Буйнакски. Батал Баталов отметил, что проблема детей-сирот и в целом защищенность этой категории остается актуальной. Оттого глава ведомства не собирается оставаться в стороне. Лет 20 назад в детских домах в Дагестане было около 200 детей. И вот как начала работать государственная программа «Материнский капитал», рождение второго, третьего ребенка. Это все новые программы, которые, в общем-то, появились, которые при Владимире Владимировичу Путине, они дали свой результат. Сегодня, представляете, из четырех детских домов остался один. Глава Минсельхозпрода Республики также выразил благодарность руководству дома и всему коллективу учреждения за проводимую ими работу. Особенно министр отметил труднянь, назвав его одним из самых сложных и требующих большого терпения. В Международный день защиты детей в учреждении были показаны представления с участием самих ребят. Они продекламировали стихотворения, спели песни и исполнили танцы. Представители министерства вручили детям подарки. В Махачкале состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня открытия 42-й школы. Поздравить с юбилеем пришли и представители власти. Гости вечера отметили, что в этом учреждении учились многие известные личности, добившиеся успехов в карьере и снискавшие уважение в обществе. Отмечу, 42-я школа входит в число 100 лучших образовательных учреждений России. В ходе юбилейного мероприятия были продемонстрированы традиционные танцы народов Дагестана, исполнены песни на национальных языках. В завершении состоялась церемония награждения отличившихся учителей и учащихся. Более 21 миллиона на борьбу с вредителями. Такую сумму в этом году республика выделит на борьбу с саранчой, половина из которых будет потрачена на работу авиации. Обрабатывать поля будут с привлечением малых самолетов концерна КЭМС. Мероприятия по уничтожению вредителей проведут в 27 районах региона. В Дагестане будет организована фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Местом просмотра определен стадион имени Елены Симбаевой. Такое масштабное спортивное мероприятие пройдет с 11 июня по 11 июля. Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти еще в прошлом году, но был перенесен на год в связи с пандемией. До начала просмотров будет организована концертная программа. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.